В наш технологически продвинутый век с помощью Google Планета Земля, карт Apple и других систем спутниковой съёмки можно путешествовать по миру, не садясь в самолёт. И если вы совершите тур по Google Планета Земля, то обязательно наткнётесь на необычные вещи. Только в отличие от этих мужчин, которые явно не поняли, как работает круговая съёмка, не все формы жизни на Google картах легко опознать. От удивительных криптидов до пришельцев Антарктики. Давайте посмотрим на таинственных существ, замеченных виртуальными путешественниками. Кракен По легенде, свирепое морское существо Кракен когда-то проглатывало корабли, китов и перепуганных моряков с помощью своих щупалец. В скандинавском фольклоре Кракен упоминается с XVIII века и описывается как огромный осьминог с шипами на присосках. Но может ли существо, которое крупнее гигантского кальмара, быть реальным? В апреле 2016 года Кракена якобы заметил исследователь НЛО по имени Скотт Уорринг в Google Планета Земля у берега острова Десепшн в Антарктике. С помощью встроенной линейки Google он определил, что существо было 30 метров в длину, но, возможно, стоило добавить длину щупалец. Проблема в том, что никакие щупальца не видно. Да и вообще что-нибудь на самом деле. Оказывается, есть вполне логичное объяснение этого снимка с якобы Кракеном. Морской биолог Эндрю Дэвид Талер, который ведет блог про океан, заявил, что на изображении совсем не грозный морской монстр, а скала. Да, просто скала. Как отметил Талер, на любой навигационной карте южных шетландских островов в Антарктике есть координаты аномалии под названием «Скала Парус», которая весьма известна. Но любители криптидов, что вы думаете? Это легендарный Кракен, который блуждает по водам Антарктики, или всего лишь большая скала? Неуловимая Несси Если вы слышали о Лохнессском чудовище, то наверняка видели фото 1934 года, сделанное Робертом Кеннетом Уилсоном. Хотя эту фотографию разоблачили в 1994 году, и это была пластиково-деревянная голова на игрушечной подлодке. Люди, верящие в криптидов, продолжают пытаться заснять Несси. Среди этих людей есть жительница Огайя Лиза Стаут, которая в 2018 году наткнулась на Несси, как она считает, когда изучала просмотр улиц в Гугл в районе Лохнесс. Она заметила фигуру, высовывающуюся из воды, и увидела глаз и частичные очертания рта на левой стороне существа. Хотя, по мне, все слишком размыто. Гэри Кэмпбелл, хранитель официального реестра наблюдений Лохнессского чудовища, ну да, есть и такой, сказал, что так как никто из членов комиссии не смог найти объяснение, они укажут этот случай как девятое наблюдение Несси в 2018 году. Однако, учитывая, что Лиза так и не указала точные координаты, чтобы другие могли проверить, я сомневаюсь. Скорее всего, на самом деле Несси была всплывшим стволом. И вот почему. Когда ветви или стволы окружающих шотландских сосен падают в озеро, смола задерживает крошечные пузырьки кислорода и углекислого газа в древесине. Периодически собираются столько пузырьков, что дерево всплывает на поверхность, и оно может выглядеть как выныривающее животное. Но это одна из теорий. Поделитесь своими версиями в комментариях. Другой снимок Несси больше похож на живое существо. Эту призрачную фигуру запечатлели на картах Эппл у озера Лохнесс. В длину она примерно 30 метров, и кажется, у нее есть два плавника по бокам. Снимок изучал шесть месяцев Гэри Кэмпбелл и его официальный фан-клуб Лохнессского чудовища. И комиссия опять заключила, что это наверняка неуловимая Несси. Несмотря на утверждения клуба, скептики предполагают другое объяснение загадочной фигуры. Морской биолог Эндрю Дэвид Таллер, который развенчал снимок с предполагаемым кракеном, предположил, что это просто ошибка в склейке фотографий, которая иногда происходит со спутниковыми снимками. Обычно приложения склеивают несколько изображений места для более целостной картинки, но время от времени программа глючит. По мнению Таллера, несколько снимков с движущейся лодкой оказались склеены с другими, сделанными через пару секунд, и они закрыли лодку. Или, по крайней мере, она стала менее заметна. Но остались след и потревоженная вода. А что вы думаете? Теория о следе лодки – это просто прикрытие доказательств? Или на этом снимке все-таки нет никаких древних чудовищ? В феврале 2009 года один из спасателей, наблюдавших за наводнением в Борнео, сделал это шокирующее, но почему-то нечеткое фото, якобы пролетая над рекой Балех в вертолете. На снимке предположительно изображен 30-метровый плывущий объект, и он породил слухи о том, что мифическая змея-оборотень-набау вернулась в этот район. Но также появились слухи и о фотошопе. Для начала скептики отметили, что река на фотографии не такого цвета, как настоящая река Балех, которая обычно темно-коричневая. Другой подозрительный факт – это что фото анонимно опубликовал неизвестный член неизвестной команды спасателей. У фото также интересная композиция. Змееподобное существо вытянулось в полный рост для камеры и находится ровно по центру реки. Конечно, фотографу могло просто повезти, но вопросы на этом не заканчиваются. Чтобы в этом регионе жили такие змеи, их должно быть достаточно для размножающейся популяции. А если действительно существует несколько десятков особей, почему их не замечали раньше? Впрочем, есть одна деталь, которая сразу же доказывает, что это фото просто подделка. На самом деле на снимке изображен изгиб реки в бассейне Конго в Африке, и оно появилось годом ранее, в восьмом году, да еще и без гигантской змеи. Так что очевидно, что кто-то всего лишь добавил рептилию в фотошопе. А кроме того, полностью перепутал местоположение реки. Новозеландский монстр В декабре 2014 года любители гугл-карт были поражены, когда в новозеландском заливе Оке-Бейс заметили змею длиной 305 метров. Вероятность того, что это был след, оставленный судном, многие быстро отвергли, потому что на фото нет пены, как бывает при обычных следах от двигателей. Неужели у побережья Новой Зеландии плавает какое-то гигантское морское чудовище? Ученые, которые изучили снимок, возразили, что существо, названное Танива, что означает тролль на языке коренного народа Маори, это просто миф. Ричард Горман, специалист по прибрежным процессам в этом районе, считает, что это след судна длиной метров пять. По его словам, у некоторых катеров пена остается недолго, и вместо нее появляется заметная продолжительная рябь. Несколько австралийских ученых согласились, предположив, что след совпадает с волнами катамарана на скорости 7 узлов или 13 км в час. Вероятно, это очередной глюк из-за склейки изображений, в результате которого судно исчезло, когда оно повернуло направо. А необычная длина может объясняться тем, что это несколько следов, снятые в течение нескольких минут и склеенные вместе, как, например, эти женщины у Статуи Свободы, у которых появились двойники из-за плохой склейки. Итак, катамаран, глюк склейки или огромная змея? Решать вам! Мексиканская тварь Если вы арахнофоб и хотите когда-нибудь съездить в Мексику, лучше передумайте, если верите в то, что якобы увидели в следующем снимке гугл-планета Земля. В июле 2016 года ютубер Мексика Гик опубликовал видео со снимком паука в гугл размером примерно с автобус. Этим видео поделился популярный блог про встречи НЛО, принадлежавший Скотту Уорингу, который верит в Кракена. Только когда его фанаты узнали об этом, то развенчали снимок. Для начала, Мексика Гик не указал координаты, подтверждающие находку, и не предоставил никаких деталей о том, когда он обнаружил паука. Да и как гигантский паук вообще родился бы и продолжал жить в одиночестве на крошечном островке, окружённом водой. Плюс, если увеличить изображение, то становится очевидно, что это опять фотошоп. Конечно, можно попытаться объяснить это тенями или водорослями, растущими на камнях. Но, кажется, это не так уж и нужно, правда? Замёрзший во времени Думаете, Кракен – самое странное в арктических гугл-картах? Вы ошибаетесь. В январе 2021 года ютубер под ником Mr. MBB333 наткнулся на останки предположительно вымершего существа, которое появилось из растаявшего льда. Существо лежало на материке в 80 километрах от берега. Но, хотя скелет точно настоящий, Mr. MBB333 предположил, что его длина где-то 6 метров, и даже заявил, что заметил передние и задние ноги, характерные для динозавров. Вот только если чуть-чуть отодвинуть назад и осмотреться вокруг, то окажется, что останки полтора метра в длину, а конечности на самом деле совсем не как у динозавра, а как у живущего вида – морского леопарда. Посмотрите на скелет этого животного, выставленный в музее Атага в Новой Зеландии. И если вы задаетесь вопросом, что леопард делал так далеко на суше, то есть логичное объяснение. Хотя эти животные – одиночные создания и проводят большую часть жизни в воде, они выходят на сушу в брачный период. 80 километров вглубь материка – это далеко для леопарда. Но, видимо, эта одинокая особь искала партнера, а затем у нее закончилась еда или она умерла другим образом. И что хуже всего, ее партнер так и не объявился. Горный житель Кажется, Антарктика очень интересует любителей странного и необъяснимого, потому что в январе 21-го года уже упомянутый исследователь гугл-карт Скотт Воринг заметил, по его словам, 20-метрового инопланетянина на горе в Антарктике. Этот пришелец больше похож на тень, учитывая, насколько плоская земля. Но Скотт все равно уверен в своей теории. Хотя действительно можно увидеть нечто с головой, двумя ногами и безрукими плечами, этого недостаточно, чтобы убедить скептиков. Самая популярная теория заключается в том, что гуманоидная структура – это просто камни, которые частично покрыты снегом. По мнению скептиков, Скотт столкнулся со случаем параидолии, то есть, когда мозг видит знакомые предметы или узоры в других никак не связанных и случайных объектах. Точно так же, как мы видим лицо в пне, нам кажется, что в снегу инопланетянин, хотя, скорее всего, это совсем не так. Но если все-таки там правда пришелец, то кому-нибудь лучше помочь бедняге встать. Визит в зону 51 Кажется, закончив искать свидетельства внеземной жизни в Антарктике, король всего странного, таинственного и снятого спутниками Скотт Уорринг переключился на место, в котором хотят побывать все любители НЛО – зону 51. Отыскав засекреченную базу ВВС США в Неваде, Скотт использовал функцию таймлапса и изучил, что там происходило. Разумеется, он отыскал, как предполагается, двоих 15-метровых роботов в период между 2006, 2009 и 2012 годами. Только, по его словам, они почему-то всегда лежали на земле, а не стояли. Конечно же, это может быть связано с тем, что они похожи на тени зданий и другого оборудования на базе, просто в плохом качестве. Но у Скотта есть более интересная теория. Он считает, что роботы – это инопланетная технология, захваченная военными, с целью использования их в будущих боевых миссиях. Но в таком случае было бы логичнее скрыть роботов, а не греть их под жарким солнцем пустыни. Разве нет? Хотя, может быть, инопланетные роботы любят загорать? Существо под мостом Создавая это видео, я понял одну вещь. У некоторых людей возмутительно много свободного времени. Возьмем, например, ютубера Hidden Underbelly 2.0, который в июне 2019 года заметил аномалию в просмотре улиц Гугл, спрятанную под мостом в Итаке в Нью-Йорке. На нижней стороне моста в тени он увидел лицо с выпуклыми глазами, и любители НЛО тут же решили, что это инопланетянин, поджидающий жертву, проходящую под мостом. Но, хотя изображение выглядит жутковато, есть более логичное объяснение, нежели пришельцы. Некоторые комментаторы на ютубе предположили, что это граффити, а другие, что кто-то поместил страшную маску под мостом, чтобы кого-то напугать. На мой взгляд, это просто часть конструкции моста. Может, балка наполовину скрытая тенью, из-за чего она похожа на лицо. Тем более, что предполагаемый инопланетянин это просто лицо, а места для конечностей нет. Но чем бы это ни было, главный вопрос другой. Зачем Hidden Underbelly 2.0 вообще пошел смотреть, что находится под каким-то рандомным мостом? Греческое создание Следующий пример не является спутниковым снимком, но он сильно озадачил как диванных зоологов, так и любителей криптидов. В октябре 15-го года Харви Робертсон наслаждался путешествием на яхте у Парги, городе на северо-западе Греции, и попытался сфотографировать красивый голубой цвет воды на свой айфон. Однако на двух сделанных фотографиях появилась непонятное существо, которое высунуло серую голову из воды, а затем снова исчезло. Харви не помнил, чтобы он замечал это существо, делая снимки. Но когда они разлетелись по интернету, онлайн-детективы выдвинули версии о том, что это клюворылый кит или странный гибрид бегемота и крокодила. Но хотя у этого пятна действительно есть животные черты, сомневаюсь, что морским биологам нужно срочно отправляться в Паргу. Увидев эти фотографии, доктор Даррен Наиш, палеонтолог из Национального Центра Океанографии в Университете Саундгемптона в Англии, нашел почти идеальное совпадение для таинственного монстра. И это было вовсе не животное. Он указал на заметное сходство объекта с кранцем, специальным прибором, который защищает суда от столкновения с препятствиями в воде. У одной модели кранца есть черные углубления, которые напоминают глаза, а кроме того, у него похожая форма, выглядящая как нос. Так что, судя по всему, в Греции не посиделся какой-то новый морской вид, скрывающийся под водой. Зато здесь плавают рыбаки со сломанными частично незащищенными лодками. Внеземное В августе 2014 года еще один любитель паранормального ютубер Вау Форил заявил, что нашел нечто совершенное не от мира сего. Буквально. Ютубер изучал поверхность Луны через Google Moon, но да, такое тоже существует, и наткнулся на гуманоидную фигуру, у которой снова не было рук, и она шла и отбрасывала тень. Это выглядит жутко, но не спешите надевать шапочку из фольги и заколачивать окна. Даже этот снимок не выстоял перед силой логики. И нет, НАСА не оставило случайно одного из астронавтов на Луне. Вскоре после того, как видео завирусилось, представитель НАСА Роберт Джейкобс предоставил объяснение, о котором мало кто мог догадаться. По его словам, НАСА сверила фотографию со своей коллекцией снимков того же места, сделанных в то же время, и выяснила, что это было. Осколок на одном из объективов камеры. Сторонники теории заговора, конечно, заявят, что НАСА пытается скрыть правду, но любители космоса в интернете предоставили свои доказательства этой версии. На одном форуме metabank.org они выложили фотографии с тем же якобы инопланетянином в той же самой позе, но в разных местах на Луне, что подтверждало объяснение НАСА, с которым трудно поспорить. Либо это осколок, либо кто-то на Луне тщательно набирает нужное количество шагов за день. Жнец в Припяти Заброшенный город Припять на севере Украины был эвакуирован после катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Недавно, в феврале 2021 года, пустой город вновь привлек внимание, когда тиктокер Hidden on Google Earth обнаружил нечто пугающее, изучая просмотр улиц в Google. Он зашел в бывшее здание почты Припяти, и на снимке можно увидеть открытки и письма на полу, и рисунок на стене, оставшийся нетронутым. Но на фото есть кое-что еще более странное. У окна стоит зловещая фигура, которая выглядит в точности как ангел смерти, и она как будто тянется к невезучему оператору, чтобы забрать его душу. Лицо фигуры невозможно разглядеть, потому что оно чем-то закрыто, как кажется. Если увеличить масштаб, то станет понятно, что это просто мужчина, которому скрыли лицо. А если уменьшить масштаб и посмотреть на весь снимок целиком, у жнеца окажется друг, который явно не напуган его видом. Оказывается, эту фотографию сделал Александр Сирота, глава общественного совета при госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения. А мрачный жнец – это Александр, указывающий пультом на свою камеру, которая была установлена посреди помещения. Больше не так жутко, правда? Мы чуть не заработали кошмары из-за мужчины среднего возраста. Жуткий наблюдатель Наша следующая виртуальная остановка на балконе жилого дома с видом на улицу в солнечном Нанси во Франции. Только он размыт в просмотре улиц. Почему? Раньше было иначе. И в самом здании нет ничего необычного, чтобы замазывать его целиком. Однако на предыдущих снимках этой улицы можно увидеть страшную фигуру с тонким телом, большой головой и пронзительными глазами, стоящую на балконе. Неужели по Франции расхаживает гремлин? Вероятно, нет. Скептики предположили, что наблюдатель с балкона это просто языческая статуя, вырезанная из дерева. Она определенно имеет сходство с такими скульптурами колдунов ручной работы, которые часто продают в популярных туристических местах по всему африканскому континенту. Но даже если это не демон, почему Гугл размыл здание? Скорее всего, так как Гугл замазывает изображения людей, чтобы их нельзя было опознать, программа ошибочно приняла статую за человека и тоже размыла снимок. Но возникла ошибка с масштабом и замазанным оказался весь дом. Ну или владелец увидел фотографию и попросил, чтобы его собственность скрыли от лишних глаз. В любом случае, когда такое чудо наблюдают с балкона, владельцу не надо беспокоиться о том, что кто-то украдет его велосипед. Человек-мотылек В 19-м году юзер Necron 07 опубликовал скриншот фотосферы Google, сделанный в управлении дикой природой Клифтона F. МакКлинтика в Мейсоне в Западной Вирджинии и выглядевший странно. На снимке на 360 градусов виден кустарник и проходящая через него дорога, но на заднем плане скрывается фигура ростом с человека и с большими распростертыми крыльями и огромными красными глазами. На первый взгляд она похожа на гигантскую муху, но на Реддите решили, что это человек-мотылек, криптит из фольклора Западной Вирджинии, которого начали замечать с 1966 года. Конечно, было бы здорово иметь фотографию таинственного человека-мотылька, но с этой фигурой что-то не так. Для начала, в случаях, когда его кто-то замечал, он, как правило, сидел на дереве или на возвышенном месте, а не стоял прямо у дороги. Кроме того, есть ощущение, что существо полностью сделано из пластика, и, судя по всему, качество человека-мотылька слегка отличается от фона позади него, так что, возможно, это фотошоп. Даже если он там правда стоял, некоторые предположили, что это просто розыгрыш на Хэллоуин, что вполне возможно, учитывая, что впервые новости об этом снимке начали публиковать в ноябре 2019 года. Может, это просто заскучавший сотрудник Центра дикой природы или очень продуманный розыгрыш, или же это настоящий снимок человека-мотылька. Поделитесь своим мнением. Сатир Барби На первый взгляд женщина на этом снимке с просмотра улиц выглядит, как обычная туристка, осматривающая Чеченицу, древний город Майя в мексиканском Юкатане. Но если посмотреть на нее целиком, то в глаза сразу бросится нечто очень странное. Ноги женщины согнуты под неестественным углом, как будто бы они сгибаются назад в колени. Эта фотография стала популярна в 2013 году, и люди выдвинули разные версии о том, в чем тут дело. Если появляется что-то необъяснимое, то в этом замешаны инопланетяне. Другие комментаторы считают, что это сатир, существо из греческой мифологии, наполовину человек, имевший ноги и уши либо лошади, либо козла. К счастью, вскоре люди предположили более адекватное объяснение. Глюк в склеивании изображений. Как мы уже видели, это приводит к странным эффектам. Но поскольку никто не смог найти точно такое же изображение в просмотре улиц, хотя оно должно быть доступно в гугл-картах, вероятнее всего, это просто старый добрый фотошоп. Сходство фотографий на фоне с бесчисленными стоковыми снимками того места указывают на то, что наша кривоногая подруга была добавлена и изменена с помощью функции деформации. Но или эта длинноносая женщина с коленями назад настоящая? И тогда она может забрать все внимание от величественных пирамид древнего города Майя-Чичен-Ица. А вы находили что-нибудь странное в гугл-картах? Расскажите в комментариях. Спасибо за просмотр!